Лучшие настройки камеры, чтобы ваши фото и видео получались просто потрясающими. Вы просили об этом видео и я решил его для вас сделать. Буду очень рад, если поддержите видео пальцем вверх, это действительно важно, просто нажмите на этот палец наверх. Также подписывайтесь на канал и обои из видео есть в телеграме, ссылка на которые в описании. Первое и очень важное, особенно для новых пользователей iPhone, это в каком формате ваш телефон снимает фото и видео через приложение камеры. Если вы зайдете в настройки, камера, тут есть форматы, вы увидите два формата, высокоэффективный и наиболее совместимый. Высокоэффективный это формат от Apple и он выбран по умолчанию, когда вы только открыли ваш iPhone, достали из коробки, ну и начали его использовать. Высокоэффективный сжимает фотографии, но при этом качество теряется минимально. Это круто, если вы хотите экономить место в памяти вашего устройства. Но если вы эти фотографии высокоэффективного формата скинете на Android телефон, на телевизор или на Windows компьютер как файл, с большой вероятностью эти устройства просто не откроют данную фотографию. Нужно будет доставить какие-то кодеки. Так вот поэтому для многих этот формат не подходит. Если вы работаете с видео или просто перекидываете фото и видео через мессенджеры как файлы, выбираете наиболее совместимый, чтобы все было совместимо с другими устройствами и не было никаких проблем с открытием, редактированием этих фотографий. И вы, например, не искали конвертер формата Apple в совместимый формат для всех устройств. Пока мы находимся в форматах, настроим здесь все, что есть. Следующее это режим фотографии. То есть 12-мегапиксельная или 24-мегапиксельная у вас будет разрешение. Тут больше-лучше и разница в весе небольшая, поэтому выбирайте 24 мегапикселя. Это доступно на 15 Pro и 15 Pro Max. На прошлых моделях iPhone такой опции здесь вообще не будет. Далее профессиональные форматы камеры. Это ProRAW для фотографий и ProRes для видео. Данные форматы передают больше информации на фотографии или видео, они более детализированы и лучше подаются редактору. Так что если вы работаете с фотографиями с видео, обязательно их включите. У меня, например, на телефоне всегда включен ProRAW и выбран первый вариант данного формата, потому что он весит минимально, но там уровень детализации выше, чем через обычную стандартную 24-мегапиксельную в случае 15 Pro Max камеру. Вы можете настроить точно так же. Там в камере у вас появится сверху переключатель на формат ProRAW, например, если он у вас включен. И вы сможете переключиться на 48-мегапиксельную камеру, чтобы сделать фотографию с большим уровнем детализации. Ну и ProRes. Тут точно такая же история. Если вы его включите, сможете выбрать формат видео ProRes. И точно так же у вас в камере на вкладке видео появится кнопка, которая будет отвечать за ProRes. Но имейте в виду, что весь фотографии и видео, снятых в этих форматах, весит больше, чем через стандартную камеру. Еще на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max есть переключатель, запись видео для Apple Vision Pro, которые уже вышли. Этот формат делает видео с большим эффектом глубины, то есть такой вот эффект 3D. Но, соответственно, если вы эти очки не собираетесь покупать, то, ну, зачем его включать? Еще очень важно, на какой iPhone вы записываете видео или снимаете фото. Если вы хотите получать все самое последнее, то, конечно, стоит покупать самые последние модели iPhone, где камера просто топовая. Например, Apple снимает свои последние презентации на iPhone 15 Pro Max. И это действительно выглядит топово. Но iPhone 15 Pro Max, он стоит сейчас дорого. Если мы посмотрим на iPhone 14 Pro Max, в котором камера не сильно отличается от 15 Pro Max, то это телефон цена-качество в плане камеры. На рекатологии можем посмотреть, сколько сейчас стоит 14 Pro Max. Если вы хотели поменять ваш iPhone на новый телефон с крутой камерой, то это отличный вариант. Динамика цен у нас ровная, видим ровную линию. Это говорит о том, что стоимость не будет ни повышаться, ни падать в ближайшее время. В боковом меню можете посмотреть, какие iPhone по объему памяти бывают, и выбрать тот, который вам больше подходит. Еще есть подробное описание и подробные характеристики, чтобы вы могли удобно со всем ознакомиться. А на вкладке «Где купить» можете отсортировать магазины по цене. Сверху будут самые лучшие предложения. Остается только выбрать магазин и там оформить заказ. В общем, если рассматриваете покупку 14 Pro Max, в описании будет ссылка. Там можете проверить стоимость. Вернемся к настройке камеры. И дальше у нас есть форматы для записи видео. Первая так называется «Запись видео». У меня тут стоит 1080p 60 кадров в секунду. Ну, потому что 720p это сейчас мало. А с 4K я не работаю. Поэтому зачем мне их снимать, если они весят больше. Плюс в 60 кадрах 4K. Это высокоэффективный формат, который мы уже обсудили. Поэтому у меня настроено вот так. Чуть ниже есть еще больше переключателей. Но все они не так важны. Просто убедитесь, что у вас включена улучшенная стабилизация. И также блокировка баланса белого внизу. Это действительно важно. Потому что если у вас это выключено. И вы, например, снимаете видео. То если вы перемещаетесь между темными и светлыми объектами. Например, между улицей и вашей комнатой. То видео может в какой-то момент начать желтить. Потому что баланс белого не заблокирует. А если это включить, то как вы выбрали в начале записи видео. Так этот баланс белого и будет на протяжении всего видео, которое вы снимаете. Это повысит качество ваших видео. Далее запись замедленного видео и запись видео с киноэффектом. Тут настраивает каждый как ему удобно. По моей логике, если я не использую 4К. И мне не нужен высокоэффективный формат. У меня запись замедленного видео в 720, но 240 кадров в секунду. Тут чем больше кадров в секунду, тем лучше. А соответственно запись с киноэффектом у меня стоит 1080. Потому что 4К формат мне не нужен. Следующее о чем поговорим, это сохранение настроек. Если вас бесит Live Photo, которое включено на всех iPhone и вы не понимаете, как его выключить. Сейчас вы поймете, как это сделать. Сохранение настройок отвечает за то, что вы сохраните настройки камеры, когда ее закроете. И когда вы ее заново откроете, там все будет точно так же, как вы и выбрали. На примере Live Photography, которая включается всегда, когда вы открываете камеру. Хотя вы ее выключили перед этим. Внизу есть Live Photo. Если вы включите этот переключатель и, например, выключите Live Photo, камера это запомнит и при следующем открытии она его не включит. И так касается абсолютно всех режимов, которые здесь представлены. То есть если вам нужно что-то определенное, чтобы всегда было включено или выключено, это делается из этого меню. Следующие 4 опции включаем все. Это фичи камеры, которые стоит использовать. Ну, запись стереозвука тут все понятно. Кнопка увеличения громкости для серии, чтобы вы могли снимать серии фотографий. Зажали кнопку и видим, внизу у нас пошла цифра, которая говорит о том, сколько фото мы сняли. Так, например, движущиеся объекты легче снимать. И потом фото можно выбрать, какую именно фотографию вы можете оставить. То есть такая серийная съемка. Сканирование QR-кодов тут все понятно. В камере будет сканер. Ну и показ обнаруженного текста. Когда наводитесь на текст, то внизу появляется вот этот логотип, который говорит о том, что текст обнаружен. Так что это полезные переключатели и их стоит включить. Далее идут настройки композиции. Это тоже достаточно важно и это может улучшить вашу фотографию. Первые две это сетка и уровень. Если вы включите сетку, то у вас в камере эта сетка и появится. Так вы сможете размещать объекты в нужном положении. Например, обычно стараются разместить что-то в центре. И сетка вам это поможет сделать. Ну или если вы художник и вы так видите, вы можете какой-то объект разместить сбоку. И сетка опять же выровняет эту позицию для вас. То есть все будет наглядно и понятно. Ну а уровень тут тоже ясно. Чтобы не заваливать горизонт, не делать вот такие кривые фотографии, потому что это выглядит ужасно. Уровень вам будет показывать, когда вы в ровной позиции, чтобы снять фото без завала горизонта. Так что эти две опции важны и будут помогать вам в съемке фотографий. Следующая настройка. Передняя камера зеркальна. Если у вас это включено, то когда вы делаете селфи, будет ощущение, что вы смотрите в зеркало. Так может быть привычнее. Ну и показ вне кадра. Опять же, если эта опция включена, то сверху и снизу в камере у вас камера также захватывает то, что вы снимаете. Если это выключить, там будут просто черные поля. Фотографические стили. Это что-то вроде умных фильтров от Apple. Если вам нравятся теплые оттенки, вы это можете выбрать здесь. И все ваши фото будут сниматься, применяя вот этот фильтр. То есть iPhone сам будет анализировать вашу фотографию и всегда применять один и тот же фильтр ко всем вашим фотам. Я, например, это не использую, потому что мне нравится, что фотография в любой момент она разная. И, соответственно, если я хочу допилить эту фотографию в редакторе, я сам это сделаю руками в приложении камеры или каком-то стороннем. Поэтому, на мой взгляд, фотографические стили подойдут не всем. И тут уже тоже решает каждый сам, что ему использовать. Последние три настройки, которые здесь есть. Первое – это более быстрое срабатывание затвора. Тут все зависит от стиля ваших фотографий. Например, если вы любите делать фотографии быстро, друг за другом, то эту настройку лучше включить. Так фотографии будут дообрабатываться прямо в приложении фото после того, как вы сняли саму фотографию. Если вы любите больше фокусироваться на том, что вы фотографируете, то эту настройку лучше выключить. Так камера будет получать больше информации из того, что она видит, грубо говоря. Ну и, соответственно, фотографии будут получаться чуть качественней, чем если эта настройка включена. Коррекция объектива отвечает за переднюю и сверхширокоугольную камеры. То есть, когда вы снимаете через эти камеры, по краям могут быть искажения и некий эффект рыбьего глаза. Так вот, чтобы iPhone это правильно обрабатывал, соответственно, лучше включить коррекцию объектива, чтобы все корректировал сам iPhone. Последняя опция – это автомакро. iPhone сам будет понимать, когда вы приближаете камеру к объекту и переключаться на макро-режим съемки. Если вам это не нравится, то выключается это через автомакро-переключатель. Если вы это выключите, то у вас внизу будет появляться кнопка, которая будет отвечать за переход в макро-режим, чтобы ничего автоматически не переходило. Напоследок немного фишек самой камеры. Если вы зайдете в режим видео, то сверху справа есть формат, в котором вы пишете видео на данный момент. Нажав сюда, вы можете переключиться с HD на 4К, например, и также переключить частоту кадров. То есть, для этого даже в настройки заходить не нужно. Еще определенно советую использовать фиксацию экспозиции и фокуса. Работает это как на видео, так и на фото. Вы просто зажимаете палец на экране, чтобы, например, сфокусироваться на каком-то объекте, чтобы он был максимально четким в кадре. Плюс, если провести здесь пальцем вверх или вниз, вы можете поработать с освещением. И так можно добиться реально крутых результатов, если у вас хорошее освещение, сделать его еще лучше, используя вот эти движения по экрану. Еще, если вам нужно на видео заснять объект, который движется, или вы сами при этом двигаетесь, есть режим Action. Доступно это на последних моделях iPhone. Если вы его включите, то будет сверхстабилизация. То есть, ваша картинка будет максимально четкой при движении. Еще забавно, но многие не знают, где в камере находится таймер или, например, ночная съемка. Если вы сделаете жест-свайп наверх по камере, у вас откроется внизу больше опций. Это настройки для вспышки, настройки для ночного режима, если они доступны. Также это лайв-фотография, выбор того самого фотографического стиля, который тоже есть в настройках. Также это формат ваших фотографий, например, для социальных сетей может быть полезно. Настройки экспозиции и вот он, тот самый таймер. Нажали сюда, выбрали на сколько секунд. Выбрали секунды, нажали на затвор и пошел отсчет. То есть, таймер в iPhone есть, можете за это не переживать. Разумеется, на фото и видео есть увеличение. Нажимаете на цифры и видите, как все увеличивается. Либо можете тут задержать палец и более точнее настроить увеличение или, наоборот, отдаление, используя вашу камеру. Последнее, это, конечно, тут есть разные режимы для видео и фото. Для видео они слева, для фото справа. Например, для видео это киноэффект, замедленная съемка или таймлапс. А для фотографии это режим портретной съемки или режим панорамы. Ну и самое последнее, когда вы уже сняли ваши фотографии, вы можете перейти в приложение фото, выбрать ту фотографию, которую вам нужно отредактировать. Есть кнопка «Править». У вас откроется редактор, где вы сможете отредактировать ваши фотографии. И на самом деле, в последних версиях iOS редактор достаточно мощный и имеет большую градацию настроек. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным и вы для себя открыли новые фишки и трюки в приложении камера на ваших iPhone. Можете писать в комментариях, какие еще видео вы бы хотели увидеть. Общаться с вами в комментах мне действительно нравится. И там я для себя черпаю в том числе идеи для будущих видео. На этом все. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео пальцем вверх. Спасибо за просмотр. Пока. Подписывайтесь на канал.